Так, 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 и чуть-чуть. Разрезать ленточку на церемонии открытия творческого центра для особенных детей – миссия ответственная, потому и волнительная. Еще вчера Кристина, как и многие другие одинцовские дети, могла только мечтать, что появится место, где можно чувствовать себя как дома. Создатели Добраториума обещают, родители здесь смогут перевести дух, пока их дети с пользой проводят время. Упор делается на арт-терапию. Что такое арт-терапия в нашем понятии? Мы будем давать радость детям. Они могут приходить сюда, проводить время с своими родителями, заниматься живописом, заниматься рисованием. У нас будет очень модный кружок робототехника. Будем постараться обучать детишек чему-то, что может им пригодиться в будущей жизни. Возможно, именно Добраториум возьмет на себя задачу по профориентации особенных детей. Если среднее образование ребенок с проблемами здоровья еще может получить, то приобрести профессиональные навыки ему затруднительно. Нам уже пора думать о том, как этим детям получать специальность, как им потом жить комфортно в обществе, чтобы они могли работать, развиваться, учиться. Добраториум пока только начинает свою работу. Руководство фонда готово не только выслушать пожелания родителей особенных детей, но и воплощать их в жизнь. Чтобы были специалисты, которые могли сделать массаж, ЛФК, потому что наши дети не двигаются, и им это очень важно. Чтобы был бассейн, чтобы они могли овладеть какой-то профессией. Нам очень важны мнения именно родителей. Поэтому здесь мы сможем этот центр сделать настолько важным и эффективным, чтобы он работал. Чтобы людям не приходилось ездить, как они сказали, в Китай, в Германию за безумные деньги. Чтобы мы все это могли получить здесь. Посещение добраториума совершенно бесплатно. Пока центр готов принять всех, кому необходима помощь. Документальное подтверждение особенного статуса ребенка не обязательно. В дальнейшем, если спонсорские средства позволят заниматься в добраториуме, смогут все желающие, независимо от состояния здоровья. Я подумала, что это очень важно делать именно такие совместные реабилитационные, даже не реабилитационные центры, а социальные мероприятия, где люди со всякими возможностями могут общаться вместе и понимать, что жизнь не одинока, понять, что каждый на планете человек уникален, и мы должны жить как-то совместно и помогать друг другу. Создание семейного центра – только начало реализации большого проекта. Продолжит его строительство реабилитационного центра на Подушкинском шоссе. Если все документальные вопросы будут решены в течение ближайших двух месяцев, то на карте Одинцова это учреждение появится через полтора года. Евгения Августина, Евгений Муравлев, телекомпания Одинцова.